всем привет это подкаст русской службы bbc что это было меня зовут олег антоненко здесь мы говорим в основном о войне недавно президент украины владимир зеленский заявил что украина нанесла удар по цели на расстоянии в 700 километров не уточнив что это была за цель и о каком оружии идет речь правда в тот же день секретарь совета нацбезопасности и обороны украины алексей данилов опубликовал видео запуск ракеты ракетная программа президента украины в действии испытания успешные применение эффективное написал данилов что известно о новой украинской дальнобойной ракете и представляет ли она угрозу москве об этом поговорим с изучавшим вопрос корреспондентом bbc в украине олегом чернышом олег привет да привет олег смотри в последние месяцы украина стала наносить массированные удары с использованием дронов иногда в комбинации с ракетами по территории россии то что раньше делала только россия в отношении украины да за счет чего киеву это удалось сделать смотри да ты абсолютно прав что вот это вот лето двадцать этого года она в каком-то смысле стала переломным моментом потому что украина действительно смогла в условиях войны запустить пускай еще не на полную мощность но производства своих беспилотников это то чего не было в прошлом году напомню прошлом году сначала полномасштабно конфликта и потом осенью дроны безусловно использовались обеими сторонами но чаще всего это были покупные эти всем известные мавики которые сбрасывали бомбы на головы и россиян и украинцев кстати то есть это были когда покупные дешевые варианты было очень мало собственных разработок а украины фактически их и не было где-то вот так на стыке 22 23 годов украинский оборонпром запустился точнее начали разрабатывать первые украинские беспилотники ударные и в то же время к этому процессу подключили частные компании в украине достаточно много я бы сказал даже очень много так скажем энтузиастов которые чуть ли не на коленке собирают разные варианты разведывательных ударных дронов дронов камикадзе так вот в конце зимы весной эта вся компания объединила свои усилия то есть вот эти гаражные разработчики так называемые получили зеленый свет от министерства обороны и кстати от министерства цифровой трансформации которая поддержала не только пиаром но и скажем консолидации усилий в общем объединились эти усилия и частные разработчики и государственный оборонпром начали очень такими резкими темпами наращивать усилия по производству беспилотником напомню что гордость российского военно-промышленного комплекса беспилотник ланцет очень начал активно применяться кстати в этот же период весна начало лета было очень много видео появлялись сюжеты о тысячах ланцетов на производстве и это поднимало вопрос у украинского общества где наши ланцеты где наши беспилотники и власть долгое время не могла показать наши беспилотники потому что они были только в процессе разработки в процессе как бы испытаний и вот этим летом мы видим как первые образцы которые уже пришли испытания и хорошо себя показали начали непосредственно работать на фронте и даже как бы в тылу россии то есть как бы резюмируя скажу это лето показало что украины есть производство беспилотников оно такое диверсифицированное оно не только государственное но и во многом частное есть очень много вариантов беспилотников те же самые скажем так аналоги шахедов которые летят на тысячу километров и несут принципе достаточно мощный боезаряд есть маленькие разведывательные беспилотники есть даже аналоги ланцетов очень большая линейка единственный момент остается конечно же в мощностях потому что все таки у россии этот процесс немножко раньше запустился и он более массовый у украины он пока не вышел на такие же показатели там в десятки тысяч беспилотников в месяц но он постепенно вот такое слово есть резко чигаривается то есть он насколько я знаю скажем так осенью эта тенденция комбинированных ракетно-дронов скажем так ударов она продолжится и скорее всего даже усилится по российским городам вот у меня такой прогноз на основании данных которые у меня есть да в ланцет как говорят украинские власти украинские военные российские вот эти дроны доставляют очень много неприятностей на фронте и еще один вид беспилотников ты не упомянул которые были у украины в начале войны байрактары но они не выполняли функцию нанесения ударов на территории россии да давай сразу об этом скажем вспомним ну мы же прекрасно помним это все как бы известное требование западных да и вообще всех союзников украины не применять оружие по территории россии но это собственно говоря и стимулировало развивать отечественную беспилотную авиацию потому что как бы применять зарубежные дроны мы не могли там я скажу что эти обязательства не просто устные на словах они фактически письменно закреплены поэтому это непростое там шутки и то есть то же самое байрактары естественно мы не могли применять по территории россии другие там которые получали это американцев те же свитчблейды поэтому вот собственно такая ситуация что оказалось необходимым жизненно необходимым срочно развивать собственную промышленность да но ты в своем исследовании сейчас изучал именно украинскую ракетную программу а не беспилотную программу вообще что известно про ракетную программу украины о которой говорит например данилов и кстати говоря вот это вот заявление зеленского про 700 километров это же было после ударов по аэропорту в пскове и там если посмотреть от украины приблизительно 700 километров это как-то связано все смотри это очень интересный вопрос и вот немножко возвращаясь к дронам если про программу беспилотной авиации последнее время хоть какая-то информация стала появляться в публичном пространстве то есть ее начали выносить извне то про ракетную программу скажу так это одна из наиболее закрытых тем в украине причем как оффрек таки онрек и долгое время считалось что это один из главных провалов вообще украинской обороны промышленности то что мы не смогли создать собственную ракету но даже характеристика что предыдущий глава украинской бронпрома юрий гусев был уволен весной этого года одной из причин была то что он якобы провалил ракетную программу это не было озвучено официально но как бы все это понимали и вот такое сложилось мнение что украина не может запустить свою ракетную программу не хватает знаний мощностей умений всего чего угодно но вот такая ситуация поэтому кстати очень активно коммуницировался вопрос получения западных ракет тех же самых атакамсов и поэтому заявление зеленского и данилова ну скажем так они даже среди специалистов произвели такой эффект разрывавшейся бомбы как бы это не звучало странно в контексте войны ну да в буквальном смысле да да более того как бы заявление зеленского о оружии на 700 километров сначала тоже понимали как например возможно это беспилотник на 700 километров который ударил по пскову потому что все таки по пскову насколько видно по спутниковым снимкам все таки прилетал беспилотник а не ракета но я как бы из своих источников знаю точно что он имел ввиду именно ракету на 700 километров более того опубликованная в тот же день короткое видео запуска некой ракеты господином алексеем даниловым на секретарем совета безопасности и обороны украины это именно та ракета о которой ранее был зеленский то есть они между собой ну не связали это видео это заявление но мне подтвердили что это одна и та же ракета и остается главный вопрос что это за ракета и откуда она взялась на этот вопрос мы можем ответить только догадками есть как бы информация украинских сми и западных сми которые с большой долей вероятности говорят что это наземный вариант противокорабельной ракеты нептун это именно та ракета напомню которая потопила крейсер москва 13 апреля 22 года нептун это очень интересная как бы мысль потому что ну само бы использование но это же противокорабельная ракета прости олег это совершенно верно противокорабельная с другой стороны использование противокорабельных ракет для удару по наземным целям это не ноу-хау мы все понимаем россия с первых дней войны активно это использует и уже знаменитые х22 и ракеты оникс который запускается с комплексов бастион то есть они очень часто практически каждую неделю две прилетают по украинским городам в тылу или на берегу например оникс прилетает чаще всего по одессе и одесской области да ракетой х22 был поражен жилой дом в днепре где более 40 человек погибли да это вот тоже в частности это дома и также торговый центр в клеменчуге в июне прошлого года то есть она очень не точная она очень мощная и она вот поражает такие большие объекты которые ну честно говоря не несут никакой военной цели и это просто когда запугивание гражданских я иначе не могу объяснить любом случае факт остается фактом что использование противокорабельных ракет по сухопутным целям это уже как бы какая-то такая устоявшаяся практика этой войны но украина этого не делала и вот эти заявления о том что нептун все-таки переоборудовали для ударов по сухопутным целям это очень интересно и очень неожиданно скажем так объясню почему для начала напомню дальности нептуна заявленная до 300 километров с одной стороны это позволяет поражать объекты на западном берегу крыма да вот удар по дивизиону зенитно-ракетных комплексов с-400 на траханкуте который был 23 августа если не ошибаюсь все как бы пришли к единому мнению что дивизион поразил не беспилотник а вот эта новая украинская ракета так вот расстояние до к примеру одессы от этого места около там 180 километров то есть вполне нептун себе мог долететь но есть вопросы потому что очень существенно отличается в общем система наведения ракеты на корабль в открытом море и на небольшой достаточно сухопутный объект то есть получается украинские разработчики получили или сами разработали ну скорее всего получили от западных партнеров необходимые микросхемы необходимые технологии для того чтобы изменить головку самонаведения этой ракеты более того если мы отталкиваемся от того что дальность действительно 700 километров а скажем так ну это более чем два раза надо было увеличить дальность нептуна то это ставит еще больше вопросов как это удалось сделать повесить дополнительные баки с топливом увеличить объемы уже существующих баков изменить там топлива изменить двигатель то есть это должна была быть переработка ракеты фактически с нуля то есть не просто довесить баки и все полетело дальше это не так и ключевой вопрос который ну не знаю поднимается не поднимается но скажем так я его особо так не вижу в публичном пространстве это то как удалось если это действительно нептун и он действительно переделан для ударов на 700 километров по суше как удалось него интегрировать систему вот например в западных ракетах она называется DS-MAG то есть это система которая в общем если просто она сканирует поверхность под ракетой сопоставляет его с загруженной картинкой и ракета даже если потеряла связь со спутником она анализируя поверхность под собой летит точно по цели и главное огибает рельеф местности то есть мы понимаем чем отличается существенное отличие противокорабельной ракеты от обычной крылатой ну скажем так сухопутной ракеты то что противокорабельная летит над ровной поверхностью моря и собственно говоря ей эта система не нужна она не огибать никакие препятствия у обычной ракеты вот эта система там есть разные аналоги она обязательная потому что ну как мы все понимаем она вырежется в ближайший холм или в ближайшую высотку, которая есть на ее пути, если она не научится огибать рельеф. И вот тут вопрос, если действительно удалось интегрировать эту систему в Нептун. Получается, или это была очень существенная, продуманная и очень сложная переработка ракеты Нептун, или Украине удалось создать фактически с нуля собственную крылатую ракету, скажем так, очень дальнобойную, потому что 700 км это намного дальше дистанция, чем большинство современных крылатых ракет. Напомню, у тех же Storm Shadow и Skyper, французских и британских, заявленная максимальная дальнобойность около 560 км, если я не ошибаюсь. Вот такие вопросы остаются открытыми, и на них пока ответов нет. Напомню еще раз, ракетная программа находится в максимальной секретности под всеми печатями в Украине, и доступа к каким-либо сведениям очень мало, и они очень ограничены. Смотри, ты уже упомянул ракету Х-22, очень неточную, ту, которую Россия использует для нанесения ударов по территории Украины, и эта неточность, и то, что ее очень сложно перехватить, приводит к огромному числу потерь среди мирного населения. Можем ли мы сказать, что увеличив дальность «Нептуна», украинским разработчикам удалось сделать эту ракету высокоточной? И за счет чего это можно, в принципе, сделать, да? Смотри, если отталкиваться от уже упомянутого момента с поражением дивизиона С-400 на Тарханкуте, который, кстати, был заснят практически там во всех ракурсах и в хорошем качестве украинским разведывательным беспилотникам, то можно просто с уверенностью говорить, что эта ракета очень точная, она поразила очень точно одиноко стоящий объект небольших размеров. То есть украинским разработчикам, ну или там, не знаю, с помощью западных партнеров или самим удалось сделать активную, скорее всего, радиолокационную, но, возможно, и инфракрасную головку самонаведения. То есть не пассивную, как у Х-22, а активную, то есть которая сама ищет объект, сканирует его, сопоставляет уже, как я упоминал, с загруженной картинкой, понимает, какой это объект, и его поражает. То есть это, ну, это, скажем так, технологии последнего времени, которые применяются в большинстве западных ракет, и которые, в общем, позволяют говорить о ее максимальной точности. Вот так вот. То есть она не перепутает, скажем, там, девятиэтажку и машину командного пункта, понимаешь? Если брать за факт то, что дивизион, российский дивизион зенитных комплексов на Тарханкуте поразила украинская новая ракета, то можно говорить о том, что это ракета с активной головкой самонаведения, а, соответственно, это очень точная ракета. Как удалось этого достичь? Вопрос, опять же, открытый. Ну, смотри, давай, скажем так, что и вспомним, что исторически, а на территории Украины еще с советских времен производились баллистические ракеты. Это секрет Палешинеля, что Днепровский, ну, в те времена Днепропетровский завод «Южмаш» серийно производил баллистические ракеты малой дальности, средней дальности и межконтинентальной дальности, да? А после этого, уже в времена независимости, «Южмаш» производил ракету-носитель «Зенит» до, по-моему, 2014 года, если я не ошибаюсь. То есть ракетные технологии, ракетные специалисты у Украины были, и я так подозреваю, что они до сих пор существуют. Мы, конечно же, не знаем, кто эти люди, чем они занимаются, но допустить вероятность того, что у Украины есть, что называется, интеллектуальный потенциал, да, для такого рода работы, ну, наверное, мы можем допустить тут, и это, повторюсь, ни для кого не секрет, да? Я хочу тебя вот спросить еще об одном. Ты как раз упомянул зенитно-ракетные комплексы С-400, которые, ну, наверное, самые современные у российской армии, да? Но у Украины таких комплексов, насколько я понимаю, нет. Были С-300 комплексы, это более старые, у них тоже... Но они остаются. И остаются, да? Но, насколько я понимаю, да-да-да, их просто не так много, и какие-то Украина потеряла с начала войны. Но вот что меня удивило, это то, что некоторое время назад Украина попыталась нанести удар по Крымскому мосту ракетами С-200, то есть это еще более старая версия. И как мы понимаем, что это тоже, возможно, переделанные ракеты. То есть, по сути дела, да, давай объясним, что вот эти вот зенитно-ракетные комплексы, это просто система ПВО. Их задача сбивать ракеты, сбивать самолеты, ну, в общем, защищать воздух, да? Ну да, у С-200, скажем так, сбивать большие эстетические бомбардировщики США была задача ядерная. Большие объекты в небе, да. И как удалось вот эти вот комплексы С-200 переделать в ударные, да? Вот с помощью которых Украина, как мы понимаем, или пытается, или все-таки наносит удары, да? Да, вот, кстати, про С-200 есть даже вот такое мнение, что Украина не просто переделала, а вот это модифицированное С-200, это как бы и есть, это новая украинская ракета. Ну, скажем так, я очень в этом сильно сомневаюсь, но, в общем, есть такие слухи. Но, возвращаясь к С-200, да, это очень старая зенитная ракета, она очень большая в размерах, по-моему, 11 метров, если не ошибаюсь, в длину, такой мини-автобус. И, скажем так, главное ее уязвимость, это уже, у нее несколько уязвимостей, но главное то, что она запускается с такой специальной платформы, которая может находиться только в одном месте и, в общем, двигаться по таким маленьким рельсам. И для того, чтобы, в общем, переместить эту ракету, чтобы просто в нее же не прилетело от противника, надо приделать колоссальную работу, разобрать все эти рельсы, разобрать всю эту спусковую установку, куда-то ее переместить, а это занимает там просто месяцы, если не там, ну, не годы, ну, да, это занимает, в общем, недели и недели. То есть это просто стациональный такой объект, который, ну, когда Советский Союз был, конечно, он считался, в общем, надежным, защищенным, но потом все поняли, что это очень хорошая цель для вражеских, в общем, ударов и начали разрабатывать мобильные комплексы ППО, ПВО, точнее, как С-300 и С-400. В общем, и С-200, она, скажем так, она не совсем ушла в тень Советский Союз, а потом Россия продала эти старые зенитно-ракетные комплексы своим, так скажем, союзникам по бывшему Варшавскому блоку, там, например, Польша, Чехии. К примеру, очень много было передано в Иран. И, казалось бы, да, это разве не металлолом? Нет, это, например, для некоторых стран это на тот момент были самые дальнобойные ракеты, которые были в их арсенале. В длительное время даже в Украине ракеты С-200 были самыми дальнобойными из систем ПВО. У Украины было 5 дивизионов С-200, которые фактически закрывали всю территорию страны вместе с Крымом. И, в принципе, считалось, что это достаточно надежная защита. Как бы они там бьют на расстояние 300 километров, что, в принципе, достаточно далеко для современных зенитных ракет. Но, как бы уже напомню, все эти недостатки. У них еще недостаток с топливом, который очень токсичный. Очень большие размеры. Ракета не поражает сам объект в небе, а взрывается рядом с ним и как бы вот этими осколками поражает тот самый самолет. Из-за того, что она ориентирована на борьбу с большими целями, теми самыми... Ну, в общем, ее целью были эти американские бомбардировщики В-52, да, то есть очень большая цель. Она была очень беспомощная против маленьких беспилотников или каких-то небольших самолетов. То есть для современной войны она... Эта ракета была, скажем так, очень сильно устаревшая. Морально прежде всего. Вот. И поэтому, например, многие страны ее снимали с вооружения еще в десятые годы и до этого. Ну, например, в России она сняла с вооружения. И Украина, кстати, тоже в 2013 году объявила о том, что снимаются эти комплексы с вооружения из-за их моральной, в общем, старости, скажем так. Ну, это, правда, было время Януковича, и там никто не мог точно знать, действительно ли они не нужны или просто этот человек так готовился Украину к сдаче России. Ну, в общем, факт остается фактом, что в ноябре 2013 года последний дивизион С-200, который стоял недалеко от Львова, порезали, в общем, на металлолом, а ракеты отправили на хранение. После 2014 года, когда, в общем, начался конфликт, началась война, еще тогда гибридная, начал вставать вопрос о том, что, в принципе, это ракета, это неплохая ракета, которая, в принципе, при дефиците других ракет может даже еще некоторое время использоваться. И потихонечку начали доставать из закрымовой родины эти ракеты, эти системы. Увидели, например, что нужны кабели, потому что те кабели там специальные были порезаны, там нужны эти спусковые установки, которые больше нигде не применяются, как С-200. В общем, очень мороки было много с этими ракетами, и использовать их как систему ПВО, это было очень сложно и очень трудно. И к тому же Украина начала получать после 1922 года западные системы ПВО, и как бы необходимость возвращать в строй С-200 пропала. Но вот этим летом нашли им применение, и, кстати, очень такое интересное. Посмотрев, что Россия как бы не стесняется использовать свои зенитные ракеты С-300 для ударов по наземным целям, и, опять же, не особо разбираясь военные эти цели или гражданские, вот, к примеру, вчерашний удар по Константиновке, где погибло 16 человек. Больше-то по 18 уже, ага. Да, по моим данным, был нанесен именно ракетой С-300. То есть, и, в общем, решила украинская власть, что в эту игру можно играть вдвоем, и почему бы не переделать С-200 для ударов по наземным целям. Был, в общем, проведены некоторые, там, скажем, манипуляции с ракетой, опять же, изменили немножко головку самонаведения, потому что она была радиолокационная и, скажем так, нацелена на большие объекты в небе, как я уже говорил. И запустили напрямую удар по Таганрогу. В июле, если не ошибаюсь, был нанесен этой ракетой. Удары по Крымскому мосту и удар по воинской части в Крыму был нанесен. И, как раз, кстати, один из самых удачных, потому что туда удалось попасть туда, куда целились. Все остальные разы ракета, в общем, показала себя, все-таки показала себя, как и, в общем, прогнозировали. Она не очень точна. Ее, в принципе, ну, скажем так, можно перехватить, там, средствами ПВО или, там, изменить РЭБом направление. Но, скажем так, за неимение других вариантов, это, как бы, не самый плохой вариант. Опять же, получить в свое распоряжение баллистическую ракету, которая фактически может, в теории, лететь на 600 километров по наземной цели, это для Украины, скажем так, неплохой вариант. И за неимением другого. Они сейчас достаточно активно, кстати, используются. Я не знаю, раз там в неделю, две недели, наверное, точно запускаются. Возможно, большинство из них перехватываются системами ПВО российскими, но вот, как бы, такая ситуация, что они запускаются, потому что, ну, Украина может это делать. Вот она нашла этот выход из ситуации, и старые ракеты зенитные, которые ей уже фактически были не нужны, и гнили на складах, она использует для ударов по наземным целям на территорию России и в Крыму. Так, Олег, вот попытаюсь я рассказать тебе, что я понял из твоего рассказа, что есть два типа ракет, да, о которых мы говорили сейчас. Одни это морские Нептуны, которые Украина переделала для нанесения ударов по сухопутным целям, и есть вот ракеты С-200, которые предназначены для обороны от бомбардировщиков, да, и других таких вот стратегических, как принято называть, летательных объектов. И они тоже переделаны, переделываются для того, чтобы Украина могла с их помощью выполнять не функцию обороны, а функцию нападения, да, то есть ударную функцию. То есть вот это вот два типа ракет. Ну, смотри, да, есть еще такие полумифические варианты, ну, как бы они разрабатывались до войны, и о том, в общем, завершена ли разработка или нет, как бы точных данных, ну, у меня нет, во всяком случае, это уже, скажем так, очень раскрученная в медийном пространстве ракета Гром-2, она же Сапсан, в общем, такой долгострой, она разрабатывается фактически уже 20 лет в Украине, был практически на 99% готовый ее экспортный вариант в Саудовскую Аравию, но вот есть ли еще одна установка, ну, как бы неизвестна, по моим данным, работы над ней продолжаются, но очень медленными темпами. Вот, Россия, со своей стороны, уже несколько раз заявляла, что перехватила ракеты Гром-2 украинские, ну, как бы, это вызывает очень большие сомнения. Возможно, прям в каком-то суперсекретном режиме удалось завершить работы над этим Громом-2 и допилять вторую пусковую установку, но, скажу честно, у меня таких данных нет. Да, и просто хотел сказать, что были разработки и крылатой украинской ракеты, о ней намного меньше информации, она была показана как прототип в 2018, по-моему, году, на выставке в Киеве, она называлась Коршун-2. Ну да, это должна была быть крылатая ракета, достаточно современная, украинская, которая чем-то похожа по своим характеристикам на Шторм Шэтл. В общем, что с ней, тоже неизвестно, продолжаются ли работы, завершены, никакой информации нет. Смотри, если подводить итог и говорить о том, про ракетную программу Украины, ну, не только про, собственно, свои ракеты, которые есть у Украины, но и те, которые поставляют партнеры украинские, то, по сути дела, мы имеем дело с ракетами «Нептун», с вот этими С-200, если говорить об украинских, с теми ракетами, о которых ты упомянул, но они более загадочные в этом контексте, есть западное вооружение, это «Сторм Шэдоу» британские, да, это есть тоже ракеты морские, которые называются «Гарпун». Это, собственно, все то, чем располагает Украина, да, если мы говорим о ракетах, но в отличие от, собственно, украинских разработок, вот эти вот западные, как мы уже с тобой говорили, их нельзя применять на территории России. И я хочу тебя спросить, могут ли украинские ракеты представлять реальную опасность для объектов в тылу российской территории? Ты знаешь, вопрос очень, в общем-то, сложный на самом деле, потому что вот если вернуться немного назад, если действительно удалось полностью переделать «Нептун» и поставить эту систему с огибанием «Ильефа», действительно сделать дальность 700 километров, действительно сделать активную головку самонаведения, действительно сделать мощную боевую часть, потому что у противокорабельного варианта она, по-моему, была 150 килограмм взрывчатки, а, естественно, для сухопутных целей это очень мало, и надо как минимум 300 килограмм. То есть если все это удалось сделать, и все это работает, и плюс система устойчивости к РЭБу, ну, фактически тогда мы можем сказать, что Украина смогла за очень кроткий срок создать свою собственную суперточную крылатую или баллистическую ракету, и тогда, конечно, угроза для Москвы есть. Но, скажем так, эта задача звучит и на самом деле является чем-то из области фантастики, потому что над такими ракетами, как мы понимаем, даже западные суперразвитые страны работают десятилетиями, чтобы получить такую ракету. РЭБ, да, это радиоэлектронная борьба, может быть, для тех, кто не знает, да, скажем. Да, да, совершенно верно, да, потому что, например, чаще всего эти ракеты сейчас имеют спутниковую инновационную систему наведения, то есть у них закладывается и маршрут, и они плюс летят по спутникам, ну, вот РЭБ в России, кстати, очень мощная такая вещь, которая сбивает эту спутниковую навигацию и может отклонять ракету от курса. В общем, ну, если это удалось сделать, то Украина сделала фантастическую работу за этот год и фактически, ну, я не знаю, создала суперракету, которая, естественно, может нести угрозу Москве и другим тыловым городам России. Но более все-таки реалистичный вариант таков, что это Нептун, переделанный для все-таки полета над водой, понимаешь, да, то есть нет вот этой системы с огибанием элефа. Соответственно, он может нести угрозу, вот, там, скажем, береговым объектам, вот, как дивизион на Тарханкуте, которые находятся недалеко от берега моря, и другим, скажем так, городам и объектам в Крыму. Вот такой вариант звучит более реалистично, что это все-таки противокорабельная ракета с немножко усовершенствованной системой наведения. Возможно, я ошибаюсь. А что касается С-200, то все-таки это старая ракета. Не знаю, возможно, это тоже можно усовершенствовать, тут я как бы не буду ручаться за свои слова, что это невозможно, но это все-таки это старая большая советская ракета, которая не предназначена была для точных ударов по наземным целям. Поэтому вот такой ответ, что некоторые объекты Украина теперь может поражать. Но сказать, что там завтра или через месяц Украина будет способна нанести ракетный удар по объектам в Москве, ну, я скажу честно, я очень сильно в этом сомневаюсь. Если у Украины появятся F-16, смогут ли эти самолеты нести ракеты? Ну, конечно, это, в общем, главное вооружение F-16 и ракеты, которые, прежде всего, кстати, предназначены там для борьбы, скажем, с самолетами противника. Да. Но, возвращаясь, кстати, к российской территории, мы прекрасно понимаем, что никаких ударов с F-16 по территории России не может быть, потому что это подпадает под обязательства не наносить из западного оружия удары по территории России. F-16 это для борьбы с теми Су-24, Су-35, которые вот сейчас мучают украинскую пехоту, которая ведет наступление на Запорожском фронте, там, под Бахом, там, и дальше, для того, чтобы вот эти Су-35 не сбрасывали просто в ежедневном режиме эти фабы на головы украинских военных. F-16 сможет их отпугнуть и уже не будет подлетать так близко к линии фронта российской авиации. Вот для чего нужны F-16, собственно. Ну, и, кстати, для борьбы с теми же самыми крылатыми ракетами россиян. Тут, скорее, F-16, ты понимаешь, это вот это как раз настоящее оборонительное оружие, а не наступательное, вот, по моему мнению. Это, прежде всего, защита вот наступающих войск, защита, там, каких-то тыловых городов и так далее. Да, ну вот, кстати, то, что в этой войне не всегда защита, это только защита. Защита, может быть, еще и ответными, да, мерами. Просто мой последний вопрос именно с этим связан. Вот смотри, если Россия начнет, как примерно год назад, это было в октябре, да, бить по ТЭЦ, по другим гражданским инфраструктурным объектам, чтобы лишить украинцев света и тепла, будет ли Киев наносить зеркальные удары с помощью, в том числе, тех ракет, о которых мы с тобой говорили, учитывая, что сейчас у Киева больше таких возможностей. И да, допустим, ракета не может преодолеть там огромную территорию, но по прифронтовым городам России будут ли наноситься такого рода удары именно по гражданским инфраструктурным объектам, вот в качестве меры возмездия? Ну, я не вижу ни одной причины, почему нет. Более того, беспилотниками уже наносились удары по, если не ошибаюсь, ТЭЦ, или в Брянске, или в Белгороде, ну, или в этих областях. То есть в данной ситуации это абсолютно даже не то, что необходимый зеркальный ответ, это просто необходимо, в общем, там, даже с военной точки зрения, скажем так. Ну, а если возвращаться к вопросу защищенности украинской инфраструктуры, то напомню, что год назад, когда, ну, немножко меньше, потому что в октябре начались эти массированные атаки на теплоцентрали и теплоэлектростанции в Украине, в общем, они начались, по-моему, 10 октября, если не ошибаюсь. После ударов по Крымскому мосту, самых успешных, да, украинских, они сразу начались. Да, 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 по-моему, первая была в Харкове уничтожена ТЭЦ. Так вот, напомню, что тогда у Украины не было Патриотов, систем ПВО, не было Айрисов в таком количестве и Насамсов. То есть, безусловно, Россия попытается опять провести эту кампанию погружения украинцев в холод и голод, но напомню, что сейчас противовоздушная оборона и противорокетная оборона нашей страны, она существенно усилена. Не вся территория закрыта, но, в общем, основные города более защищенные, чем год назад. Олег, огромное тебе спасибо. Я беседовал с корреспондентом BBC в Украине, Олегом Чернышом, который рассказал все, что знает об украинской ракетной программе. Наш подкаст можно слушать на каналах Русской службы BBC в Ютьюбе и Телеграме, в подкастах Apple и Spotify. Ставьте нам оценки и лайки, пожалуйста, и комментируйте, а также распространяйте наш подкаст. С вами был Олег Антоненко. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин